Вирус иммунодефицита человека. Что мы знаем о нем, кроме того, что эта болезнь может перерасти в СПИД? Общество привыкло думать, что этот недуг передается только половым путем, и если осознанно подходить к защите, то можно избежать вируса. Но так ли все просто на самом деле? За этой распространенной информацией скрываются дети и взрослые, которым ВИЧ передался по факту рождения от матери с положительным статусом. Раскрыть эту тему и оспорить стигматизацию болеющих людей в мире помогает фонд Светланы Изамбаевой, благодаря которому в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошло открытие фотовыставки «Недетский секрет». Главными героями фотографий стали люди, имеющие положительный ВИЧ-штатус. Основная концепция в том, что человек не показывает своего лица, ведь открыться и рассказать миру о своей болезни страшно. Вдруг осудят. Для меня было удивление, что взрослые люди не знают о том, что существуют дети с ВИЧ. И я подумала, что очень важно показать, что существуют дети с ВИЧ. Но как это сделать? Каким творческим компонентом? Как это обыграть? И вот идея показать лица, сначала это были ролики через фотопроект. Но вот я уже рассказывала о том, что у нас программы адаптации есть, уже из года в год существуют. Мы собираем с трудом на нее деньги, но мы ее организуем и проводим. И задача была такая, чтобы фотографу, тем людям, кто спонсирует нас, показать реальных людей, но не показав лица. Герои фотовыставки – обычные люди, за которыми скрываются важные истории. Каждая фотография рассказывает о ней кратко. Сокрытие лица раскрывает главный концепт – молчать не страшно. Путем такого художественного оксюмора на авторы выставки хотели показать, что общество готово к важному разговору о том, что люди, болеющие ВИЧ, ничем не отличаются от людей с отрицательным статусом. Еще одна важная миссия, которую хотели затронуть создатели фотовыставки – важность терапии и освещение того факта, что именно она дает возможность жить обыденной жизнью и завести семью, родить здорового ребенка и не бояться ни осуждения, ни трудностей. Открытие фотовыставки «Недетский секрет» посетил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиулин, который выразил свое стремление к борьбе со стигматизацией людей с ВИЧ положительным статусом и популяризации необходимости вовремя начатого лечения. «Это не только сообщество с ВИЧ положительным статусом, это для всего населения, что вообще есть, еще раз напомню людям, что есть проблемы ВИЧ-инфекции, что не только взрослые болеют, но и дети, к сожалению, болеют. И больше всего это зависит, конечно, от поведения взрослых, чтобы дети не заболели. Если взрослый заболел, если он вовремя принимает лекарства, то наблюдаются медицинские организации, то в этих семьях дети рождаются здоровыми. Даже если цифры посмотреть, за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в республике родилось более 4 тысяч детей от ВИЧ-инфицированных матерей. И всего 140 детей сегодня живут с ВИЧ-инфекцией. Вот это говорит о том, что технологии сегодня медицинские отработаны, чтобы не допустить передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенка». Поделиться своей историей лично пришла героиня одной из фотографий, которая при помощи фонда Светланы Изамбаевой раскрыла свой статус и показывает своим примером всю силу и бесстрашие перед мнимыми оценками общества. Ее история показывает и доказывает, что молчание не решит главные проблемы, а лишь усугубит давление и тяжесть ноши. Автором проекта стала Марина Нагорова. В ее руках оказалось более 40 историй. И из каждой она смогла сделать уникальный сюжет, который полностью отражает то, с чем столкнулись герои фотографий. «Когда биологическая мать меня родила и оставила город в доме на второй день, меня перевели в инфекционную больницу, где я жила до 4 лет. И после меня взяли в приемную семью, и вот до сегодняшнего времени я и там проживаю. В районе 7-8 лет больше начала общаться со Светой. И как раз таки в то же время рассказала нам мама, что мы... Потому что я не один ребенок в положительной семье, а нас всего четверо. И как раз таки мама собрала в районе 7-8 лет, когда мне было, и рассказала, что мы для начала приемные. И, как я полагаю, второй секрет – это был то, что мы весь положительные люди. Каково это – жить с ВИЧ? Через что проходят дети с особым статусом? Даже в жизни обычного ребенка бывают проблемы, с которыми он остается наедине. А детям и подросткам с ВИЧ намного сложнее еще и потому, что многие из них – сироты. Рядом с ним нет взрослого, которому можно обратиться за помощью. Именно эти вопросы поднимает проект фото-выставка «Недетский секрет». Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.